Здравствуйте, Коммунальный детектив продолжается. С вами Анастасия Карева. Сегодня эксперт программы Коммунальный детектив, прокурор отдела прокуратуры Мурманской области Ольга Репчанская. Ольга Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Владимировна, наша тема обусловлена просто погодными условиями. Все мы видим, какой снег. Очень многие автомобилисты жалуются, что просто каша на дороге. Очень многие жители Мурманской области жалуются, что просто из подъездов не выйти. Какова ситуация? И много ли жало поступает в прокуратуру Мурманской области? Действительно, каждый год мы с вами попадаем в снежный плен. И заслуга это отнюдь не матушки природы. То есть мы живем в северной стране, но почему-то у нас каждый год зима наступает совершенно неожиданно. Если говорить об ответственности тех лиц, которые у нас осуществляют управление многоквартирным домом, отвечают за чистоту наших улиц и так далее, здесь необходимо четко разделять вот эти границы. Когда мы выходим из дома и видим, что не убраны лестницы, со ступенек не сметен снег, не чистится придомовая территория, конечно, это ответственность управляющей компании. Но дальше мы с вами выходим на пешеходный тротуар, либо садимся за руль автомобиля и выезжаем на дорогу, это уже ответственность муниципалитета. Если мы идем в торговый центр, это ответственность собственника здания, который не почистил территорию, который тоже не подъехать, не пройти. Как-то у нас в последнее время мы зациклились на ответственности только управляющих компаний. Я не случайно сделала такое разделение, потому что мне видится, что это такой общий труд, общие обязанности. Не надо говорить, что здесь это управляющая компания, здесь муниципалитет, а вот здесь предприниматели должны мести у себя лесенку, чтобы их посетители не причинили себе травмы. Поэтому, конечно, с наступлением зимнего сезона жалоб много. Зимнего поступает как в органы прокуратуры, так и в жилищную инспекцию, так и в муниципальный жилищный контроль. Если говорить в целом, за 2016 год, то нами уже по фактам, о которых мы сегодня говорим, принято свыше 200 актов реагирования. И абсолютно весь арсенал мер прокурорского реагирования, начиная от предостережения, заканчивая обращением в суд, был нами применен. И сейчас прокурорами, конечно, уже зафиксированы случаи причинения вреда здоровью, это переломы конечностей у людей, это ушибы мягких тканей, это черепно-мозговые травмы. То есть люди попадают в больницу под таким фактом, конечно, здесь уже будут более строгие меры реагирования, и проверки по данным фактам сейчас с нами проводятся. Давайте по примерам пойдем. На Ленина обрушилась сосулька, насколько я помню, на женщину, и она пострадала. Вы, вероятно, говорите о случае в доме, который произошел во дворе дома, Ленина, 78. Да, именно о нем. Там немножечко иная ситуация, там, наверное, надо говорить в целом о содержании этого дома, общего имущества этого дома. Когда новость об этой трагедии появилась на лентах информационных агентств, поздно вечером, когда это все случилось, уже с комментариями прокуратуры Мурманской области, первая мысль, которая, собственно, пришла в голову, что все дома по Ленина, это в основном объекты культурного наследия. И если мы открываем закон об объектах культурного наследия, там есть такое понятие государственный надзор. Я сейчас говорю не о жилищном надзоре, функции которого исполняет государственная жилищная инспекция. То есть этот дом внесен в реестр объектов культурного наследия в собственности Мурманской области. И для того, чтобы выполнить ремонтные работы в этом доме, как известно, человек пострадал в результате обрушения части фасада здания. А, то есть фасады, а не сосульки, как я это описал. Там назначены экспертизы, и мне бы, конечно, не хотелось бы бежать впереди паровоза, то есть дадим следователям работать, потому что по материалам прокурорской проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание работы услуг, не отвечающих требуем безопасности». То есть проводятся следственные мероприятия, но тем не менее. И вот если вернуться к тому, что это объект культурного наследия, открываем закон и смотрим, что у государственного надзора очень обширный перечень полномочий. То есть для чего это делается? Чтобы сделать ремонт в этом доме, необходимо получить разрешение комитета по культуре. Чтобы лица, которые выполняют ремонтные работы, сделали так, чтобы сохранился архитектурный облик здания, сохранилась его историческая ценность. Для этого, собственно, и формируются реестры объектов культурного наследия. То есть собственник должен ухаживать за этим зданием и стараться его сохранить. На практике получается иначе. То есть мы ограничиваемся тем, что мы его внесли в реестр, и все, и пускай он там сам себе сохраняется. И вот здесь необходимо давать оценку как раз-таки действиям органа государственного надзора в данном случае. То есть все ли мероприятия в соответствии с законом они выполнили. То есть если обрушилась часть фасада, не слой штукатурки, фасада, это очевидно, что здание ветшает, что оно приходит в совершеннейшую негодность. Грубо говоря, разваливается. Конечно. И сейчас следствием тоже будет дана оценка вот этим моментом. Поэтому здесь, наверное, преждевременно говорить, там, знаете, управляющая компания априори по умолчанию виновата. Или там обслуживающая организация. Все зависит от того, какая форма управления в доме там выбрана. Насколько мне известно, там это совершенно. Конечно, следствие даст оценку, соберет доказательную базу по делу и там уже будет решать. Но и только один человек находится в больнице в тяжелом состоянии. Поэтому, конечно, таких... К сожалению, у нас пока нет понимания того, что дешевле убрать, дешевле починить, дешевле отремонтировать. Пусть это стоит денег, но это все равно дешевле, чем оплачивать потом ущерб материально и морально. Вот когда это осознание наступит, ситуация изменится. Но пока что мы далеки от этого. Слушайте, не часто бывает, что пока кто-то не пострадает, никто не будет действовать. Давайте следующий пример. Дом на Самойлово. Сейчас наши телезрители видят фотографии. Нам прислала наша телезрительница. И так, из подъезда не выйти. Это очевидно, потому что ступеньки все полностью в альду. К дому не подъехать, потому что каша такая, что видно, что не чистили проход в дни снегопада совершенно. Машины там буксуют, бабушки, которые живут в подъезде, они даже не пытаются выйти, просто они закрыты в своем доме. И молодежь еще хоть как-то там пытается проскользнуть по этим лестницам. То есть, естественно, люди пенсионного возраста, они решаются рисковать своим здоровьем. Вот как быть, как воздействовать на управляющих компаний в таких случаях? В данном случае необходимо незамедлительно обращаться с заявлением в органы жилищного отзора, конечно же, в прокуратуру, муниципальный жилищный контроль. И в данном случае вот эти обращения граждан, они как раз-таки нам помогают, потому что физически в каждом органе прокурора не приставим. А когда нам жители сами показывают вот эти болевые точки, мы, конечно, незамедлительно реагируем. Часто управляющие компании, а в данном случае все-таки речь идет, наверное, об ответственности управляющих компаний, потому что не чистится придомовая территория, говорят о том, что вот когда наступают снегопады, они не успевают, они не справляются и так далее. Но встает вопрос, зачем тогда в управлении такое количество домов? То есть возьмите небольшое количество и успевайте. Почему я об этом говорю? Потому что когда начинаются споры в случае, если собственники выбрали другую управляющую компанию, ну, клещами буквально приходится выдирать техническую документацию, то есть люди обращаются в суды, вмешивается прокуратура, законодатель сейчас уже даже предусмотрел административную ответственность за этот случай, да, то есть мы всячески воспрепятствуем деятельности другой управляющей компании. Но если вы не справляетесь, если вы не успеваете, ну отдайте, пусть будет успевать тот, у кого собственники выбрали. Поэтому вот эти моменты тоже надо учитывать, наверное, здесь уже лукавит. Я допускаю действительно, что не хватает рабочих рук у управляющих компаний, это так, но тогда нужно брать работу по возможностям, не надо набирать лишнего. Если, вот, хотел бы отметить, что автомобилисты, да, сейчас у нас очень страдают от этого. О, да, автомобилисты. Основная такая у нас транспортная артерия городская, это проспект Кульский, дальше проспект Ленина и проспект Героев Североморцев, да, то есть там вот чистится что-то. Первое время, когда прошел снегопад, мы видели, что все это сгребалось к краю дороги к обочине, то есть тем самым создавало препятствия для движения транспорта, потому что дорога сужается, этот снег весь необходимо вывозить и так далее, и так далее. Пешеходная часть сейчас по проспекту Ленина, а это центральная улица, пройти совершенно невозможно. Люди там не идут, люди там карабкаются, потому что своевременно не было, опять же, механизированным способом, я подчеркиваю, то есть это ни предприниматели, ни дворники ручным способом, механизированная уборка, не был убран снег, в результате немножко подморозился и замерзло, там просто каток на сегодняшний день. Опять же, нельзя говорить, да, что совсем ничего не чистится, я сказала, что работает снегоуборочная техника, работают и дворники, то есть нельзя говорить о том, что не делается ничего, давайте с уважением все-таки относиться к этому тяжелому труду. Если мы свернем на том же автомобиле с проспекта Ленина в любой переулок, приехали, что называется, да, то есть там люди паркуют автомобиль, потому что парковать их негде, дальше там лежит убранный снег, в результате там, где было двухстороннее движение, оно стало одностороннее, ну и вот такая вот кашица под ногами, и у нас просто автомобили шлифуют это все, создаются пробки и так далее. И аварийная ситуация, потому что просто автомобили разворачивают. Конечно, на ровном месте просто люди попадают в ДТП, и затормозить сейчас на такой скользкой дороге, это очень сложно, потому что если купонить, как тормозной путь, и машина все-таки весит достаточно много, это очень сложно делать, то есть вы давите на педаль тормоза, а машина не останавливается. И о какой ответственности водителя тогда можно говорить, если он автоматически наезжает на пешеход? Я по этому поводу буквально вчера в телефонном разговоре общалась с новым главой муниципального образования Мурманска, Дмитрием Филипповым. Он завтра едет на рейд по городу и обещает во дворы, сокременности дороги посмотреть, и в следующем году нам рассказать, как справился со снегом. Вот каждый главный муниципального образования в Мурманской области все время нам рассказывает, как справляется со снегом, это такой вот постоянный бич у них. Вы знаете, здесь важна своевременность. То есть начинаются споры, город говорит, мы убираем. Вот смотрите, у нас свыше сотни, а единиц техники работает. Граждане говорят, нет, вы не убирайте, потому что каждый с этим сталкивается ежедневно. Важна своевременность. То есть не надо дожидаться, когда это все замерзнет, когда это все растает. Как в известном фильме героиня, исторический персонаж сказала к русскому, у вас там по правилам, мы здесь живем по воле Божьей. Вот не надо допускать таких ситуаций. Своевременно убрали, ситуация будет хорошая. А достаточно пройтись по проспекту Ленина, и все будет. Чтобы все увидите. Конечно. Общероссийский народный фронт, движение, которое тоже начало отслеживать ситуацию, они создали снежный фронт и рассказали, что, конечно, неудовлетворительная обстановка у нас, во-первых. Во-вторых, были случаи, когда люди буквально из поликлиник выходили, падали, ломали руку. То есть пришли с простуды, например, вышли с перелома. Да, такие ситуации тоже есть. У нас в Оленигорске есть случай, врач, просто перелом нижней конечности. Человек исполняет на работе свою функцию, то есть у него производственная травма. Здесь, конечно, ответственность уже самой больницы, самого медицинского учреждения. Потому что территория, которая лестница, где люди падают, это ваша зона ответственности. Не поленитесь, сделайте так, чтобы было комфортно. Потому что, опять же, человек вышел с простуды и вернулся к вам с переломом. Вслед за этим прилетит представление прокуратуры города за то, что вы не заботитесь о таких вещах. Мы не задумываемся об этом зачастую. Вот все, что в помещении находится, в больнице, хорошо. А там люди вышли, это уже не наша зона ответственности. Это неправда. То же самое, как дети. То есть они находятся в пределах школьной территории, и школьное учреждение несет ответственность за ребенка. Упал он там на этой горке или еще что-то. Так и здесь. То есть не надо, вот я сказала об этом в самом начале передачи, ограничивать. Вот это моя ответственность. Вот здесь она заканчивается. Это не так. Это не так. Вот сейчас, возвращаясь к этому трагическому случаю на Ленина 78, вот тоже комитет по культуре. Вот музейное дело, библиотечное дело. Жили, жили, не тужили. Сейчас следователи начали приходить, задавать вопросы. К чему тогда это выплывет? То есть не ограничиться одними вопросами. Предлагаю сделать небольшой перерыв. Дарим слово эксперту ОНФ, который подвердит итоги работы Российского народного фронта и даст свои юридические советы гражданам, которые пытаются бороться с нерадивыми управляющими компаниями, которые не хотят убирать придомовые территории, или же тем, кто действительно уже, к сожалению, пострадал. Внимание на экран. Один из случаев, когда женщина с переломом руки, обратившаяся в поликлинику, при этом неоднократно приходя на прием, указывала на ненадлежащее содержание кольца, кольцо действительно было в наледе, в один из очередных приемов у доктора, выходя из поликлиники, споткнулась на этом кольце и сломала ногу. То есть человек пришел вроде бы руку лечить сломанную, а ушел с сломанными двумя конечностями. Здесь наши юристы уже в этот процесс включились, готовят документы, будем обращаться в суд с требованием компенсации для этой женщины. Что можно посоветовать тем людям, которые попали в такую ситуацию? А это может быть ситуация и в учреждении, и в подъезд жилого дома, то есть любое имущество. Во-первых, самое важное, что нужно сделать вам, это собрать доказательства на месте. Дальнейшую работу за вас могут сделать профессиональные юристы, обратиться в суд. Но вот первичный сбор доказательств, это очень важно, и это то, что влияет на вероятность положительного результата. Что вы можете сделать для этого? Во-первых, записать телефонные и контактные данные свидетелей, тех, кто был очевидцем, и тех, кто видел, как это произошло. Во-вторых, при возможности, если представители администрации учреждения или дома не выдражаются, ставить акт и зафиксировать это на бумаге. Такая ситуация тоже достаточно распространенная. Многие признают сам факт, и эта бумага в дальнейшем помогает вам. В случае, если где-то рядом имеются камеры видеофиксации, часто в коммерческих объектах это есть, вы можете самостоятельно обратиться. Вероятнее всего, вам запись этой камеры не дадут. В таком случае, вы можете обратиться в правоохранительный орган с просьбой провести проверку по факту причинения вам здоровья и просить, соответственно, правоохранительный орган и полицию истребовать видеозапись. Дальше материалы данной проверки также могут быть приобщены к материалу гражданского дела и послужат основанием для взыскания вашу пользу компенсации ущерба. В данном случае, вы вправе рассчитывать на компенсацию морального вреда, так как испытали физические страдания. Размер законодательно четкий нигде не определен. Он определяется судом в каждом конкретном случае, но есть такая практика и у нас в том числе, что людям, получившим травмы при падении на кольце, взыскивают 150, 200, 250 тысяч. То есть суммы достаточно существенные и для того, кто ненадлежащим образом содержал кольцо, и для вас в качестве определенной компенсации. Также вы вправе рассчитывать на дополнительную компенсацию утраченного заработка, на компенсацию понесенных вами расходов на лечение, на дополнительное питание, на проезд. То есть все то, что непосредственно связано с полученной вами травмой. Ольга Владимировна, продолжим рассматривать конкретные ситуации. Полярные зори 3. Вход на леди пострадали машины. Просто вокруг себя машины побиты. Тут, конечно, двоякая ситуация. Можно ли автомобилистам так близко парковать машину к дому? И уже дальше как им теперь действовать? Для владельца транспортного средства, для автовладельца. Такие ситуации, когда в результате схода на леди снега страдает автомобиль, это не меньшая трагедия. В большинстве случаев машину приобретаем, это член семьи. Говорить о том, что лучше не парковать, там, под крышей, ну, конечно, лучше, да, но по большому счету... А что с тобой, где парковать? Да, существуют проблемы с парковками. Это первое. Второе. Ну, почему люди должны задумываться? Вот я поставила автомобиль, упадет на него что-то, не упадет мне на крышу, пока я там в магазин схожу или что-то еще. Конечно, вот в данных условиях, и с учетом таких вот примеров, о которых вы сказали, наверное, стоит рекомендовать автовладельцам поставить машину, ну, пусть подальше, пройдите 20 метров пешком, да, не поленитесь. А законодательство не определяется? Я помню, раньше, по-моему, 3 метра расстояние дома. Ну, определяется, да, но мы с вами говорили только что о том, что... О реальной обстановке. О реальной обстановке, да, то есть все бы рады соблюдать это законодательство, но прежде чем ограничивать людей в парковках и стоянках, надо им создать какие-то условия для того, чтобы какая-то была альтернатива, да, то есть если... Мы знаем примеры вот по западным столицам, что просто ограничивает въезд в город на личных автомобилях, то есть ездят все только на такси, на метро, на общественном транспорте, и идут пешком. Ну, вот мы не можем себе пока такого позволить и так далее. Поэтому, конечно, проблемы с парковками есть. Если случилась ситуация, что вы выйдете с работы, с магазина, обнаруживаете вот такое печальное последствие, на крыше лежит там кусок наледи, и автомобиль поврежден, ну, конечно, возмещение ущерба, это первое материальное. Обязательно обращаться надо в суд. Суд установит причинно-следственную связь между... Ну, иными словами, в суде докажете, что причиной этого повреждения послужили сосольки или налить, или что-то еще там. Опять же, кусок обвалился здания или какие-то иные причины. Неплохо бы заручиться экспертизой, да, то есть оценщик ценит стоимость ремонта с учетом износа транспортного средства. Такой судебной практики очень много. Во главе угла этой судебной практики стоят случаи, да, когда у нас автомобилисты двигаются вот просто по автобану, колодецные вот эти люки вылетают, бьют лобовое стекло, и для меня вообще загадка вот это количество люков на дороге. Да, но тем не менее, это очень даже удачно рассматриваются такие дела в суде. Другое дело, что это требует времени. И опять же, вложение денежных средств в ремонт, но в случае выигрыша, конечно, это все вы имеете право взыскивать со стороны. Я связалась с одним из жителей этого дома, так он вот рассказывает, что он видит причину не столько в том даже, что не убирают с крыши, а то, что провели ремонт и убрали вот все какие-то ограничения на крыше. То есть сделали все так ровно, гладенько, но таким образом, что снег, если падает, он однозначно будет вылетать. Вот расследуется ли причина-следственная связь? Почему? Может быть, не только виновата управляющая компания? Ну, я об этом сказала, конечно, в самом начале передачи, что у нас вот уже по умолчанию, да, мы в одну руку хватаем управляющую компанию, другую, жилищный надзор, жилищную инспекцию, смотрим, кого бы первого там расчленить. Конечно, такие факты, они обязательно должны учитываться. Вот пример, по Ленина 78, то есть вот надо четко разложить. Здесь ТСЖ, есть обслуживающая организация, есть еще государственный орган, который тоже обязан за этим по умолчанию всем следить. Так и в этом случае. Но причина конкретной кровли, схода, наледи, снега и так далее, они, ну, они разные. Возможно, я соглашусь с нашими телезрителями, что причина и в этом. Опять же, снег начинает сходить. Почему? То есть потеплело, сосульки вроде бы сбили по краю, потепление случилось, и снег пошел по крыше. А крыши сейчас делаются все такие скатные, да, в основном, после ремонта. И все, и вот вам, пожалуйста, результат. И я думаю, что когда идет вот эта снежная масса, дом, если она достаточно большая, от потепления она тяжелая, то есть вот тут уже такая физика у нас с вами пошла, и я не думаю, что какое-то ограждение это удержит. Хотя я не исключаю, что это не лишним, конечно, будет. Ограждения, они должны быть с точки зрения безопасности даже, да, потому что когда у нас на крыше очищается снег, и все мы видим такие страшные кадры, когда у нас без страховочного троса просто человек движется по скату кровли, то даже в целях его безопасности ограждение должно быть обязательно. По умолчанию это должно быть в проекте. Про снег поговорили, сосульки. Мне звонит моя знакомая, рассказывает, что говорит, я вот на кухне сижу и смотрю на сосульку, которая вот так вот висит возле моего окна. А есть какие-то нормы, что сосульки вот такого размера разрешены, а вот такого уже ни в коем случае? Нет. То есть только они образовались сразу? Да, здесь, понимаете, имеет значение действительно конструкция кровли. Вот сам Сербург, наша жемчужина северная, там весь старый фонд, он, ну вот, сток сделан таким образом, что у них сосульки нарастают со страшной силой, просто вот монолит. У нас в апатитах такая же ситуация, тоже там, то есть сосульничное образование достаточно серьезное. Поэтому, конечно, за короткое время, то есть вот только сбили, и опять все это по новой налетно летает. Нет никаких критериев по длине сосульки. Они должны быть убраны, потому что, ну, это небезопасно в любом случае. Поэтому своевременность и еще раз своевременность. Вы рассказали, что 200 случаев уже привлечения к ответственности мер прокурорского реагирования. Придите еще, может быть, какой-то пример, который послужит наглядным примером для всех остальных. На Коминтерна 22 у нас буквально тоже совсем свежий пример. пострадал человек, тоже достаточно тяжкий такой ущерб здоровью, причинен в результате схода снега на людей. Прокурором Ленинского округа вчера направлены материалы проверки, опять же, в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. Вот вам, пожалуйста, ситуация совсем свежая. Поэтому не надо дожидаться таких уже случаев. Вот у нас есть мера реагирования как предостережение. Прокурор говорит, да-да-да, есть основания, что будет нарушен закон. Сделайте так, чтобы этого не произошло. У нас есть юридические лица, которые начинают оспаривать эти предостережения. Говорят, что прокурор вмешивается в финансово-хозяйственную деятельность. Ну, хорошо. Вот ваша финансово-хозяйственная деятельность заканчивается вот такой ситуацией. То есть сначала у вас прокурор предостерег, а вы не согласились. Ну, вот материалы проверки пошли в правоохранительные органы. Вот следствие этим будет заниматься. А хорошо, давайте тогда вернемся к опыту прошлых лет. Дела доводятся до конца? Получают ли люди какой-нибудь материальный, может быть, ущерб материально-моральный? И привлекают ли к ответственности, может быть, уголовной или административной виновных? Конечно, привлекают. К административной ответственности это вообще были очень частые случаи. Сейчас просто, если мы говорим об ответственности управляющей компании, эта деятельность отлицензирована, и там достаточно серьезные штрафы. До 100 тысяч рублей, даже выше. Но эти штрафы платим мы. Ну, смотрите. С другой стороны. Они же не со своего кармана берут. Что такое управляющая компания? Это коммерческая организация. И открывая устав любой коммерческой организации, что мы там видим? Извлечение прибыли. И не надо вот этого пугаться. Это написано в законе. У нас сразу, конечно, какая мысль? Управляющая компания забирает наши деньги, тем самым зарабатывает. Но в уставе любой управляющей компании, помимо управления домом, достаточно еще другой там перечень. Есть управляшки, открываешь у них устав, они там ничего не ракету на Байконуре строят. Поэтому прибыль есть. Говорить о том, что они ее не получают, нельзя. Но, да, есть источник дохода, содержание ремонта. Но это деньги, мы с вами говорим о том, что они целевые с юридической точки зрения. Они попадают на счет коммерческой организации, они принадлежат коммерческой организации по закону. Другое дело, как она ими воспользуется. То есть она должна пустить их только на содержание ремонта. Штрафы, почему я говорю, что это эффективно? Мы это прочувствовали в рамках надзора и управляющей компании тоже, что чем выше этот штраф, тем ощутимее это влияет на лицо. Наказание рублем, поверьте мне, оно достаточно суровое. Вот у нас были случаи привлечения к уголовной ответственности. Наверное, помните ситуацию в Апатитах, когда у нас погиб ребенок. Там был случай привлечения к уголовной ответственности. В ситуации, о которой мы с вами говорим, безусловно, лица должны нести виновную ответственность. Но я думаю, для автомобилиста, которого пострадал автомобиль, важнее возмещение ущерба. Оттого будет сидеть директор управляющей компании, не будет сидеть. Ну, мягко говоря, ни холодно, ни жарко. Конечно, мы требуем ответственности, требуем крови и так далее. Если лицо виновное, пусть он унесет ответственность. Мне нужно возместить ущерб. Опять же, человек попал в больницу, потратил деньги на лечение. Возможно, в ходе больничного, невозможно, а так и есть, он временно нетрудоспособен, он утратил свой заработок. Помимо морального вреда, еще вправе требовать и материальный вред. То есть все эти денежные средства, которые он потратил на лечение, и вот этот заработок, который он тоже утратил в ходе своего больничного. То есть здесь людям вот это важнее. И важнее в итоге, чтобы нарушения были устранены. Мы можем говорить сколько угодно, что там сотни уголовных дел возбуждены. Но если люди продолжают падать, продолжают причинять вред здоровью, продолжают падать в больницу, и у них количество их автомобилей, это не говорит о том, что ситуация переломлена. Должен быть эффект, должны устраняться нарушения. Вот тогда... Эффект есть, вынесли 200 мер? Отреагировали? Как правило, у нас сейчас управляющие компании, незамедлительно, только прокурор возбуждает административное производство, они быстренько бросаются все убирать. В суде судебные иски прекращаются, потому что уже устранены нарушения. Управляющая компания, поверьте, говорит сегодня о том, что они не боятся штрафов, это не так. Уже не так. Они тоже не хотят эти штрафы платить. Поэтому я настаиваю, что наказание рублем эффективно. Давайте подведем итог. В первую очередь, не молчать, обращаться в том числе в прокуратуру. Как мы сказали, что когда прокуратура начинает работать, управляющая компания начинает бегать, убрать песок, посыпать, убирать снег, счищать, взбивать сольки и так далее. Да, в данном случае как раз-таки жители нам помогают в этом плане, потому что мы сразу видим, где проблема, и можем помочь. И все наши бабушки и так далее не будут заблокированы в домах и так далее. И случаев, конечно, которые у нас происходят, о которых мы сказали в начале передачи, нам не хотелось бы, чтобы мы фигурировали в списке вот таких трагических историй. Спасибо большое, Ольга Владимировна, чтобы приняли участие в нашей программе. Это была программа «Коммунальный детектив». Наш эксперт Ольга Репчанская, прокурор отдела прокуратуры Мурманской области. До свидания. Все хорошо. До свидания. Оставайтесь на Артиктова. Программа «Коммунальный детектив» благодарит за помощь в проведении съемок «Баринс Бар» отеля «Паркин Байредисон» «Полярные зори». Продолжение следует... Продолжение следует...